В сегодняшнем видео мы расскажем вновь о миграции. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете новые нюансы в миграционной политике России. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. В нашей стране многое делается, чтобы пребывающие в Россию таджикистанцы, их семьи, близкие имели достойные условия для жизни, учёбы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно. Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьёзным подспорьем для экономики страны и для семей. Необходимо делать патентную работу для мигрантов, доступной, не утяжелять её, но порядок в этой сфере должен быть, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Что касается этнической преступности, садитесь, пожалуйста, то её не существует, как известно. Есть добропорядочные люди, законопослушные, а есть преступники. Это не зависит от национальности или от вероисповедания. Преступность не имеет этнической окраски. Другое дело, что когда люди скапливаются в каких-то анклавах, не общаются с местным населением, живут в замкнутых каких-то сообществах, то, особенно если живут за грани нищеты, то они естественным образом становятся источником угрозы для окружающих. Это везде так в мире происходит. И поэтому наша задача в том, чтобы и людей, которые к нам приезжают, а экономика требует наличия таких людей, особенно на тех специальностях, на тех профессиях, где местные жители не работают. Нужно защитить интересы приезжих и выстроить работу таким образом, чтобы они, как Вы совершенно точно сказали, знали обычаи и законы того региона, в который приехали, и соблюдали их. А те, кто не соблюдают, к ним должны применяться все меры, предусмотренные законом. Что касается миграционных потоков, то это требует дополнительного изучения. Дело в том, что мигранты, которые к нам приезжают, они дактилоскопируются. И вот в этих пунктах, о которых Вы сказали, там далеко не везде, где то есть какая-то возможность. Это делают в специализированных учреждениях, в министерствах внутренних дел. У нас за прошлый год выявлено несколько тысяч, по-моему, 16 тысяч человек, которые приезжают, а потом возвращаются, с небольшими нарушениями уезжают из России. Паспорт меняют, одну букву заменяют в своем паспорте, и все снова здорово начинается, сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Астраханской области. У нас укрепляются позиции российского образования и русского языка. Сегодня в вузах России обучается более 20 тысяч молодежи Таджикистана. Соответствующими указами президента и постановлениями правительства установлено обязательное изучение русского языка в общеобразовательных учреждениях уже со второго класса. Поэтому здесь нужно, с одной стороны, делать патентную работу для мигрантов, не утяжелять ее, делать доступной, но порядок здесь должен быть. Вот так вот просто нам не удастся просто взять и заменить органы Министерства внутренних дел, миграционные службы на другие структуры. Хотя посмотреть нужно внимательнее, конечно, на то, как на практике это складывается, подчеркнул он. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Также в ходе переговоров президент России и Таджикистана Владимир Путин заявил, в нашей стране многое делается, чтобы пребывающие в Россию таджикистанцы и узбеки, их семьи, близкие имели достойные условия для жизни, учебы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно. Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2,5 миллиона граждан, а их денежные переводы являются серьезным подспорьем для экономики страны и для их семьи. В ходе переговоров Владимира Путина и Мирзиёева одной из тем стало подписание пенсионного соглашения между Россией и Узбекистаном. Если стороны все-таки договорятся, мигранты узбеки и таджики, официально трудившиеся на территории России, смогут получать российскую пенсию. Важным условием для этого является факт, что работник обязательно должен делать все полагающее отчисление в государственную казну. На этом у нас все. Оцените наши видео подпиской и лайком.